Начинаем литературную передачу. Владимир Санин. Точка возврата. Инсценированные страницы повести. Во всякое время года в полярных аэропортах находятся люди, которым надо куда-то лететь. Наших героев судьба свела в переполненные гостиницы, где они томились в ожидании попутных бортов. То непогода на Диксоне, то не принимает аэропорт назначения. В Арктике к этому надо привыкать. Сиди и жди, лови миг удачи. Чтобы встретиться и познакомиться друг с другом, они сошлись на Диксон с разных сторон. Супруги Белухины возвращались из отпуска на полярную станцию. Он механик, она повариха. Научный работник Зазуля добирался на перекладных на северную землю. Учительница Зоя Невская с братишкой и школьником, магнитолог Игорь Чистяков и медсестра Лиза Горюнова спешили в Тикси к месту службы. И только шофер солдатов никуда не спешил, так как был командирован в Тикси на трудную и не очень выгодную ремонтную работу. Командировочный спит, суточные идут. И еще никуда не спешил шельмец, пес Белухиных. А для того, чтобы эти люди и собака обрели общую судьбу, на Диксон прилетел грузовой самолет Ли-2. Три дня ждал экипаж погоды и груза. Погоды дождался, а груза нет. И решил командир корабля Анисимов лететь порожняком в Тикси, где ему обязательно нужно было быть. А рейсовый самолет, которого ждали люди, застрял в Амдерме. Там мела пурга. Очень не хотелось Анисимову брать пассажиров. Так нет, полезли на борт всеми правдами и неправдами. Ну все, давай, выходи. Ну, скорее, скорее, скорее. Собаку на путь. Чемодан не подавал. Чемодан не подавал. Смотрите, собаку, собаку. Так, тринадцать пассажиров на борту. Командир, в том числе три женщины и собака. А сегодня, между прочим, понедельник. Дереву под рукой нет, постучи по лбу. Помогает, понял? Понял, командир. Субтитры создавал DimaTorzok Бледное солнце показало свой горб и скрылось за горизонтом. Сумерки сгущались. И Анисимов не столько видел, сколько догадывался, что льды Карского моря закрыла поземка. Точку возврата самолет миновал пять минут назад. В этих таинственных словах «точка возврата» звучит грозное предупреждение. Сделай шаг вперед, назад пути не будет. Остановись и подумай, путник. Но на самом деле выражение «точка возврата» всего лишь обыкновенный технический термин. Рубеж, с которого самолет при данном запасе топлива с учетом влияния ветра может либо возвратиться на аэродром вылета, либо на запасный аэродром. За полчаса до точки возврата Анисимов в последний раз осмыслил ситуацию. В момент вылета с Диксона все кругом принимали и Хаттенга, и Кассистый, и мы с Челюскина, и Тикси. А прошел какой-то час, и Таймыр закрылся. На всем огромном Таймыре размером с большое государство самолету сесть было некуда. Замело. И Анисимову дали выбор либо возвращаться на Диксон, либо брать курс на Северную Землю, где в аэропорту средний, видимость миллион на миллион. И Анисимов выбрал средний, к радости экипажа, не хотевшего возвращаться в переполненную гостиницу. В грузовом отсеке было тепло. Вдоль всего борта протянулась жесткая металлическая скамья, на которой сидели люди. Несколько человек приютились в проходе, на вещевых мешках, чемоданах. Каждый из пассажиров думал о своем. Белухин думал о том, какой он найдет станцию после трехмесячного отсутствия. Хозяйство он оставил двум молодым механикам, своим ученикам, парни старательные, но молодо-зелено как бы не запороли дизеля и не искалечили за лето вездеход. Его жена Анна Григорьевна думала о дочке, которая неудачно вышла замуж. У ног ее растянулась сибирская лайка по имени Шальмец. Наверное, он тоже думал о чем-то, потому что был старым и мудрым псом. Невзгод на его долю досталось куда больше, чем радостей, а именно невзгоды побуждают размышлять. Его ласкал Гриша и пес тихо урчал. Гриша вообще любил собак, а к этой относился с любовью и состраданием, так как она была слепая. Открытие, потрясшее Гришу три дня назад. Возле них сидел на мешке Зазуля и улыбался самому себе. За последние несколько часов на его долю выпала большая удача. Он раздобыл, наконец, марку, за которой охотился со студенческих лет Ливаневского с надпечаткой. Что, доволен? Весь светился. Еще с надпечаткой. И вообще все удачно так сложилось. Мне очень важно попасть на Северную землю. Осенью там медведями никто всерьез не занимался. Ну, а Урванцев с Журавлевым? Я же сам читал книгу Урванцева и он пишет... А я преклоняюсь перед Урванцевым, но будем справедливы, он и его товарищи интересовались медведем, ну, как бы это точнее выразиться. Они его кушали. Вот, вот именно. А наша цель совершенно противоположна. Сохранить белого медведя, не дать ему исчезнуть. Полезная идея. Михаил Иванович, а возьмите меня с собой, а? Обязательно, обязательно. Вот окончишь школу... Так она какая-то нескончаемая. Чем больше тянешь лямку, тем больше остаешься. Не горюй, братишка. Время летит быстро. Да, в 12 лет я тоже ужасно спешил, а теперь у меня 50. И я вот никуда не спешу. Ну, разве что на северную землю, потому что мне осталось всего лишь три недели отпуска. Самое место для отпуска в южный берег, в северной земли. Курорт. Правда, Гришутка? Вы все шутите. А вы на Тикси в школе будете преподавать? Да, три года. Знаете, решилась. Мы с Гришей в коммунальной квартире живем тесно. А здесь я смогу заработать на кооперативную, отдельную. Ведь не успеешь и глянуться, Гриша будет в 10-м классе. Ему отдельную комнату нужна. Слышишь, Зой, а Игорь Чистяков обещает, когда мы в Ленинград вернемся, устроить меня в институт красоты, между прочим. А мне там сделают чудные пряменькие носи. Да ты и так хороша. Пусть нос курносый, зато свой. Ну да уж, хороша. Уродка. Что у меня есть хорошего Зоенька, так это ноги. А теперь, как назло, в моде длинный юг. Дуреха ты, Горюнова. Нет, правда. Я персианкам завидую. У них берут замуж прямо в чадре, не глядя. А меня вот никто не берет. Перестань, Лиза. А что переставать-то? А что, вот Игорь, на мне ведь все равно не женится, а? Красавчик, маменькин сынок. На Славу глаз положила, а он ведь спит без задних ног. И вы, Михаил Иванович, на бедную девушку внимания не обращаете. У вас одни медведи в голове. Нет, я уже старый. Много болтаешь, Незавета. Он Игоря в краску выгнала. Ну да, это у него румянец такой во всю щеку. Послушай, Лиза, ты и в самом деле медсестра. Они все такие надменные, с тонкими губами и неприступные. А я в сестра пошла ради белого халата. Он на подвенечное платье похож, а косынка на фату. И халатики я себе шью шелковые короткие до коленок, чтобы пациент косил глаза и легко переносил уколы. Так, тогда я как прилетим в Тикси, первым делом записываюсь в процедурный кабинет. А я не думала, вокруг школы ходить будешь и кое-кого встречать и провожать. Лиза, Лиза, ой, а что это нас так трясет? Это ерунда, ребят, это так. Это воздушные потоки. Это бывает, не беспокойся, Зоя. Михаил Иванович, а какого самого большого медведя вы видели? Ну, это к метру три с половиной. Это когда встал на задние лапы. Есть хочется. А ты бы покормила нас, Аня. Да трясет очень. Вот, боюсь, чайник с плитки сбросит. Подожди, вот перестанет трясти, так покормлю. Ну, можно и подождать. В грузовом отсеке люди спали, разговаривали, смеялись, жили своей пассажирской жизнью, нисколько не догадываясь о том, что самолет влетел в непогоду и отчаянно пытается вырваться из железных лап циклона. Четыре человека в пилотской кабине знали, потому что знать и бороться до конца было их профессией. Если быть честным, то Савич, синоптик со среднего, о надвигающемся циклоне предупредил и просил поспешить. Но сделал это больше для порядка, так как был совершенно уверен, что циклон идет стороной и не зацепит самолет своим хвостом. А циклон, устойчиво распространившийся на юг, вдруг круто развернулся на юго-восток, поставив под сомнение благополучный исход полета и чистую репутацию известного всей Арктике ветродуя Егора Савича. Впрочем, синоптик даже самый отменный, только человек, а человеку свойственно ошибаться. Как многие повидавшие виды летчики, командир корабля Анисимов любил технику и верил в нее, но знал, как хрупок бывает металл и какой беспомощной становится могучая машина из-за случайной пустяковой поломки, не говоря уже о циклоне, который может смять, раздавить, сбросить машину вниз. И Анисимов с горечью думал о том, что если свой мозг, свои мысли он держит под полным контролем, то о машине он этого сказать не может. Миновал точку возврата, не ищи виноватых. В аварии, помнил Анисимов, всегда виноват один человек, командир корабля. Средний, средний, я 04213, вошел в облачность, происходит сильное обледенение, прошу разрешить изменить эшелон. 04213, вас понял, вас понял, высота облачности 5 километров, зона свободна, зона свободна, разрешаю изменять эшелон вашему усмотрению. Спасибо ему за разрешение, ясно, что зона свободна, сейчас входить в нее сумасшедших-то нет. Дела, пожалуй, не важные, Борис. Если быть точными, хуже не бывает, командир. Карбюратор обледенел, чувствуешь, как трясет машину. Наш бортмеханик Кулебякин делает все, что может. Вижу, обороты правого мотора падают. Если полетим на одном, придется снижаться. Может, повезет. Я в везение не верю. Удачи надо планировать. Второй пилот Борис Седых непрерывно смотрел на приборную доску. Смолет трясло и разворачивало вправо, наддув правого мотора упал до нуля. Отныне Ли-2 шел на одном моторе, а лишенный тепла стабилизатор покрывался льдом без всяких помех. Каждую секунду самолет снижался на 3-5 метров. Скорость 170, командир. Больше терять высоту нельзя. Вижу, что нельзя. Приборы один за другим выходили из строя. Под тяжестью льда оборвалась жесткая антенна. Замечательный, любимый летчиками самолет Ли-2, воплощение логики и целесообразности, каждая деталь которого свидетельствовала об огромной силе человеческого ума, превращался в скайротичного, спотыкающегося на каждом шагу инвалида. Бесполезным членом экипажа стал и радист Захар Кислов. Когда жесткую антенну поломало, он пытался работать на подфюзеляжной, опустил вниз через специальное отверстие проволоку с грузилом. Но едва он успевал отбить позывные, грузик обрывало один, второй, третий. А если бы даже не обрывало, непреодолимые помехи в эфире и сплошной треск в наушниках делали двустороннюю связь невозможной. Грузиков больше не было, и Кислов прицепил к проволоке молоток, и тут в наушниках что-то слабо пискнуло, и Кислов застучал на ключе 04213, вышли из строя правый мотор, радиокомпас, высотомер, лед крыльях 60 миллиметров, дайте привод, прием. Средний не отвечал. Субтитры создавал DimaTorzok и здесь дай. ДИНАМИЧНАЯ поварихой, вместо того, чтобы как следует выспаться перед полетом. Впервые в жизни бортмеханик Кулебякин изменил своему Ли-2. С прохладцей, без любви подготовил машину к полету, схалтурил. А на вопрос командира корабля кивнул, все, мол, в порядке. Корабюратор левого мотора простил, правого жестоко наказал. Обледенелись сетка, дроссельная заслонка и диффузор. Подвел, обманул своего командира, единственного человека, которого Кулебякин по-настоящему любил и уважал. Гнали из авиации, Анисимов поручился, отбил, на 15 суток за драку сажали. Анисимов приходил в милицию, униженно просил, верил, верил, что Дима Кулебякин, для которого не так уж много в жизни святого не подведет, что самолет для него свят, что бесшабашная натура бортмеханика смирится при виде старого ворчливого Ли-2. И смирялась. Ни одну подругу свою так не ласкал, не обхаживал Кулебякин. Не было в полярной авиации бортмеханика более преданного своей машине, готового по первому требованию выполнить любой ее каприз. Разве что цветами не украшал ее Дима, берег или леял, как старый казак своего коня. И теперь за то, что самолет отбивается от циклона одним мотором, был в ответе он Кулебякин. И если не отобьется, виноват будет только он и больше никто. И, конечно, Анисимов об этом догадывается. По свойственной ему Диме угодливости, по его суетливости и безмерной готовности выполнить бегом любое указание. В свои двадцать девять лет Кулебякин еще никого не любил, если не называть любовью бурные и кратковременные романы. Но если бы ему так и сказали никого, он бы искренне удивился, потому что больше всех на свете любил Анисимова и его самолет. трясет, как в лихорадке. Не самое приятное ощущение. Ну, за приятным надо было лететь в Ялту. А мы с Зоей этим летом были в Ялте дикарями. Друзья мои, между прочим, на крыльях лед. Арктика, потому и лед они эти, как их, настурции. Мне миллионок подарила, маленький цветочек. Игорь, а ты какие цветы любишь? Смотри ты, в самом деле лед и много. Арктика, в окне погоды. Ничего себе стукнуло плечо ушиб. Пляска святого Виктора. Вот битона мешалка чертова, а? Конец-то когда-нибудь. Пойся в его деле. Ну, потерпи Слава, потерпи. Минут через сорок должны быть на среднем. По расчету, так всегда говорят летчики и моряки. Ну, ты смотри, он все знает, а? Отличник, да? Троечник. Математикой-то занимается из-под палки. Ну, это видно. Другое дело. Ну, что это опять? Ну, чего же они там положены? Нужно пойти и спросить. Я ничего не вижу. Не в читальне. Товарищи, товарищи, прошу внимания. Прошу внимания, не беспокойтесь. Все идет как надо. На среднем туман. Туман, поэтому командир принял решение не произвести посадку. Обстановка для посадки вполне благоприятная. Вполне. Однако, нужны некоторые меры предосторожности. Ну, кресел, как вы видите, у нас в салоне нет. Поэтому прошу всех лечь на пол. Да-да, товарищи, прошу всех лечь на пол и ни в коем случае не подниматься до полной остановки самолета. Все поняли? Повторяю, никаких оснований для беспокойства нет. Самолет шел на снижение. Стеклоочистители под тяжестью намерзшего льда вышли из строя. Лобовое стекло полностью потеряло прозрачность, и Анисимов открыл боковую форточку. Сто раз сажал он машину на дрейфующий лед, но никогда в условиях полного отсутствия видимости. Многое за последние сорок минут было впервые. И покалеченный обледенением самолет, и разорванная циклоном связь, и непослушный, рвущийся из рук штурвал, и грядущая посадка вслепую на ледяное поле. Нижняя кромка не появлялась. Анисимов знал, как ухудшились аэродинамические характеристики самолета, как опасен для него любой порыв ветра, воздушный поток. При заходе на посадку из-за обледеневших стабилизатора и крыльев может возникнуть сильный пикирующий момент. Во что бы то ни стало удержать машину. Изо всех сил Анисимов тянул штурвал на себя. Тот не поддавался. Тогда пришел на помощь Борис Седых, и они тянули вдвоем. А в грузовом отсеке пассажиры уже несколько минут лежали на покрытом чехлами от мотора в полу, обдуваемые студеным воздухом из открытого люка. Рядом с ними прилегли бортмеханик и радист. Теплый воздух из грузового отсека выдуло быстро, освещение погасло, лежать было холодно и страшно. Пассажиры еще не знали, что командир принял решение не выпускать шасси и будет сажать машину на живот. С выпущенным шасси она неизбежно скапотирует. А на животе, даст Бог ровную поверхность, проскользит метров сто и остановится. И, конечно, больше не взлетит. Погнутся винты, изуродуется фюзеляж. Лучше об этом не знать. И хотя пассажиров успокоили и сказали, что все идет хорошо, они догадывались, что все, наоборот, очень плохо. Потому что только тогда, когда очень плохо, самолет идет на вынужденную посадку. Ой, мамочки. Спокойно, Лиза. Спокойно, не волнуйся. Анисимов посадит нас, как на перил. Точно говорю, Дима. Как в аптеке? Ноги согнуть в коленях не забыли? Да что ноги? Не загалили. Зоя Васильевна, руки под голову положите. Да положила я, положила. Ну, а долго еще? Лежишь, как лягушка. Скоро, скоро. Терпи, Слава, терпи. Да терпи. Ой, Господи. Штурвал укротили. В это мгновение из груди Бориса вырвался ликующий крик. Самолет пробил облачность и понесся над гигантским ледяным полем, едва оказалось не цепляя за гряды торосов. Но мерящилось это от неожиданности. Запас высоты был еще метров пятьдесят. В критических ситуациях, в которых Анисимову гладилось бывать несколько раз, у него возникало необычное психическое состояние. Крайняя возбужденность нервной системы вдруг, словно по мановению волшебной палочки, порождала кристально ясную программу действий. Отныне Анисимов думал и принимал решение в десять раз быстрее, чем он был в состоянии это делать. Его мозг, нервы и мускул вышли за пределы своих возможностей. Вместо бездействующих приборов безошибочно работала интуиция. Слева две скалы. Запомнить, за грядой торосов более или менее ровное поле. Садиться будем там. Дымовую шашку бросать поздно, но печенкой чувствую, что садимся против ветра. Шанс. Сорок метров. Тридцать. Угол встречи с поверхностью не более восемнадцати градусов. Не допустить клевка, а удержать штурвал от ухода вперед. Десять. Пять. Двигатель зажигания, бортсеть выключить. Бензопитание перекрыть. Есть. Убрать щитки. Неуправляемый самолет со скреждом и грохотом понесся по льду. Дважды подпрыгнул, круша многотонной тяжестью лед и погасив инерцию замер. Забросанный ослепленный снегом, Анисимов непослушными руками вытер изрезанное осколками льда лицо, расстегнул привязные ремни и услышал стон Бориса. И тут же из грузового отсека донесся крик «Вода!». Анисимову показалось, что он сходит с ума. Самолет чуть покачивался. Но ведь этого не может быть. Матвеич! Кто? Ногу прищемило. Ну вот, сейчас тот часу не легче. Командир. Командир, лед продавили. Захар, быстро помоги Борису выйти, у него что-то с ногой. А ты, Дима, осмотри машину и доложи. Мигом! Есть, командир, есть. Анисимов схватил ручной фонарь и метнулся в грузовой отсек. Луч на пассажиров. Одни барахтались, пытаясь встать, другие уже поднимались живы. Луч на открытый люк, где Кулебякин. Перескакивая через мешки и чемоданы, бесцеремонно расталкивая пассажиров, Анисимов добрался до люка. Под ним в каких-то десяти сантиметрах дымилась трещина. Лежим на плаву. Зацепились консолями. При самых ничтожных подвижках льда консоли соскользнут. Гибель! Всем покинуть борт! Немедленно! Гриша, прыгай, дружок, прыгай! Быстро! Гришенька! Помогите ему! Прыгай, Зоенька, прыгай! Давайте, Гриша, сюда! Милая, не пропадем! Прыгай, прыгай! Дима, помоги! Я сейчас! А ну, прыгайте быстрее! Так! Вот так! Осторожнее! Вот так! Там Лизу придавило! Да шобу порвало! Быстрее! Черт бы во всех побрал! Слышишь, Горюнова, прыгай! Да чемодан никак не найду! Плевать на чемодан! Прыгайте все, ну! Прыгайте быстрее! Ну же! Командир! Одна консоль сорвалась! Всем покинуть борт! Слышите? Всем покинуть борт! Быстро! Кажется, руку вывихнули! Прыгай, черт! Белухин, быстрее! Мешок бросай! За отследом! Ну, быстро! Матвеич, подмогни Бориса вынести! Он сам идти не может! Помоги! Держись, держись, Борис! Давай! Спасибо, Квадир! Осторожней, аккуратней! Держись, держись! Держись быстрее! Помогите, ребята! Помогите! Сейчас! Сейчас! Хорошо! Помогите! Ты помоги! Подожди! 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 Я посмотрю! Снова сильный толчок! Соскочила вторая консоль! И машина всей тяжестью лежит на воде! Значит, в запасе минута другая! Анисимов несколькими прыжками достиг кабину и схватил портфель с документами! Пистолет, аптечку, несколькими прыжками обратно! Кулебякин прыгнул! Что-то плюхнуло в воду! Полетели брызги! В люк хлынула вода! И Анисимов, не раздумывая, выбросился наружу и замер потрясенный неправдоподобным зрением! А брошенный дом, изуродованный до неузнаваемости самолет, медленно погружался в океан. Нет, левая консоль еще держалась. Судорожно, будто утопающей кончиками пальцев, она вцепилась в лед, продляя гибнущей машине агонию. Музыка Всем отойти! Кому сказано, всем отойти от самолета! И вдруг Кулебякин, прежде чем Анисимов успел его задержать, рванулся в люк. Дима! Дима! Куда?! Из люка вылетел брезентовый чехол второй, какие-то вещи, что-то валилось на лед, что-то падало в непрерывно расширявшуюся трещину. Левая консоль, обессилев, сползла в воду. Дима! Дима! Куда?! Анисимов прыгнул в полузалитый водой люк и ухватил обеими руками рычащего, впавшего в неистовство Кулебякина. Рывком, как мешок с мукой, свырнул его из люка, выскочил сам. Всем отойти! Самолет уходил в океан. Скрылись моторы, крылья, разбитый фюзеляж с пилотской кабиной. Анисимов сорвал с головы мокрую от пота шапку. Прощай, друг, не уберег я тебя. Прости и прощай. И вытер рукавом набежавшие слезы. КОНЕЦ Вещей оказалось немного. Два брезентовых чехла, чемодан Горюновой, вещь, мешок Белухина, портфели Анисимова из Азули, топор и лопата из противопожарного инвентаря, аптечка и все. Ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Я же аварийную рацию выбросил и коробку с НЗ выбросил. Значит, все угодило в полынью. Ты, Димка, если уж залез в самолет, мог поаккуратнее вынести. Сам бы и залез. Я пока что не чокнутый. Сказал бы я тебе. Эй, мужики, не в пивной. Ну, потерпи, ну, слышишь, ну, потерпи, родненький. Ничего страшного, трещинка у тебя на ступне, не большая, а пустяковая, ничего. Да боль дикая. Да, ну, понимаю. Командир, посвяти, а. Я аптечку открыла, ничего не видно. Так, давай, давай. Перелом у него. Понятно. Ну, подожди, подожди. Сейчас, голубчик, сейчас, подожди, подожди. Терпи. Ой, ты господи. Ага, вот как раз то, что тебе надо. Приопери на таблеточку. Ты знаешь, снегом его запей, горсточкой. Ага, глотай. Давай. Интересно, далеко ли до среднего? Что делать-то будем? В гостиницу пойдем. Там тебе номер отдельный забронированный с ванной. Да. Решение принимает командир. Я уверен, что нас уже начали искать. Решай, Матвей, что дальше делать будем. Островов здесь, однако, Бог разбросал добрую сотню. Не заметил? В притык скалы или подаль одна от другой, а промеж ними седловина? Слушай, видел. Еще запомнить себе велел на всякий случай. Тогда это колючий. Это, Матвей, считай, до среднего километров пятьдесят с копейками. По карте проверим. Островов с гульки нос переплюнуть можно. Хорошо, если колючий. Лет двадцать назад там избушка Труфанова стояла. Охотник был такой знаменитый. Я у него неделю жил, разуму учился. Скалы я видел в километрах в шести. Значит, надо идти туда. Повезло. Ветер дул в спину. Впереди семенил шельмец. За ним Белухин. Иногда пес останавливался и облаивал невидимого врага. Поначалу у многих сжималось сердце, а вдруг медведь. Но потом все привыкли к тому, что слепой поводырь нюхом чувствовал воду. Подходил с лопатой Белухин, освещал фонарем, разбрасывал со льда снег, определял ширину и направление трещины. Небольшая просто перешагивали. Пошире искали обход, старались ступать след в след. За Белухином тянулись женщины. Гриша, Зазуль с левой рукой на перевязи. И каждый что-то нес. Четверо мужчин на превращенном в носилки брезенте несли второго пилота Бориса Седых. А замыкал шествие, навьюченный брезентовым чехлом, солдатов. Шли уже часа четыре. Шли тяжело. Непроглядная темень. Местами на сотни метров простирался глубокий до колен снег. Потом начинался почти голый лед. Привал устраивали каждые полчаса, и Белухин с Анисимовым склонялись над компасом. А остальные сразу валились с ног, кто куда. И приходилось на людей кричать, силой поднимать со снега. Белухин лучше других понимал, как плохи их дела, если сбились они с направления или врет компас. Но лучше других понимал он и то, что без огня и даруемого им тепла жизнь на голом неверном льду можно сохранить только в движении. Шельмец залаял. Трещина. И широкая, до полутора метров, миллиметровым льдом покрытая, самая, что ни на есть опасная. Какого-то шага не хватило, едва не угодил в нее Белухин. А дышко, устал, потерял бдительность. Ласково потрепал старого дряхлого пса, прижал его морду к валенку. Пес снова залаял, неистово, срываясь на хрип. Все остановились, подбежал с пистолетом Анисимова. Белухин повел фонарем, шельмец вертелся, царапал лапами трехметровую треногу геодезического знака. ПЕСНЯ Ну вот, пришли. Пришли, братцы! Вот она, Труфановская изба. Вот, смотрите, дрова, и уже наколотые. Так, сейчас дверь в избу открою. А вон капканы лежат, совсем проржавели. Да тут сто лет, наверное, людей не было. Дух совсем нежилой. Ой, дошли, слава богу. И пивечка есть, глядите. Успокойся, успокойся. Сейчас затопим. Тут самое теплое место на палатах. Я помню, хозяин всегда на палатах спал. Тут еще рундук где-то был. Есть и сейчас. Вот это он, по-моему. Надо поглядеть, что там. Может, продукты какие. А снегу-то, снегу намело. Ой-ой-ой-ой. Давайте прежде всего очистим, да щели заткнем теплее будет. Тут вот ветошь валяется. Это сгодится щели затыкать. Смотри, вот щелюга какая. Вот так по планке, вот так вот. Ну работай, ребята, а я на крышу слажу. Дымоход прочищу. Слава, Слава, неси дрова. А ты, Кислов, буржуйкой займись. Раскочегарь ее как следует, чтобы шипело. Подкладывай. О, хорошо, хорошо. Ой, загорелась. Тепло, мамочки. Тепло-то какое. Сейчас быстро нагреется. Послушайте, бариста надо на нару положить поудобнее. Помогите. Шкуру постелите, шкуру. Вот медвежий лежит. Давай ногу, давай. Ничего, ничего, миленький. Ребята, мне дощечки нужны к ноге приладить, а, поищите. Здесь плоские были. Ничего, ничего. Полежи, сейчас. Зоенька, как ты хромаешь. Ну, бедняга, давай-ка я помогу тебе шапог снять. Давай я тут. Ой, 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 ой. Ну, потерпи, потерпи, милая. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть. Вот, вот, вот. Спасибо. Молодец, Мишка, молодец. Это же надо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ты ногу-то растерла, а, и терпела. А что делать было? Да как же ты шла с такой ногой? Да ну ничего. Ну, и сестренка у тебя, Гриша. Да. Ни разу не пожаловалась. Вот так. Ну, молодец. Ну, вот, вроде и теплее стало. Да, женщинам крепко досталось. Многовато на них навалилось за эти восемь часов. Эх, сидели бы вы лучше дома, не вашей сестре эту окраину обживать. Да что поделаешь, захотелось вам эмансипации. Да. Ну, вот темновато, темновато тут только. Вот. Сейчас я лучину прилажу. Так. Вот. Да. Сразу светлее стало. Ух ты. Дима! Дима! Открой корундук. Смотри, что там. Это я мигом, товарищ командир, это я мигом. Без помощников, спокойно сам. Тихонько. Подожди, там не мешай. Ну. Что? Ну, что? Дай посвечу. Так. Ну, крупа в труху превратилась. А что? Так. А вот сухари есть. Ну, давай, давай. Плеслые. Ничего, ничего. На худой конец все-таки сухари, а? Так. Рафинат есть. Раз, два, пять кусков. И большие довольно. Но вообще-то не густо. Хорошо, что крупы мало, а то было бы жалко. Да, небольшое утешение. Эх, обидно. Вот сумка моя с продуктами в самолете осталась. Ну, что поделаешь? Вот что, давайте-ка посмотрим, что у кого есть съедобного. Ну-ка, выкладывайте на стол быстро. Ой, а у меня есть почти целая плитка шоколада. Ох. Хорошо, давай, давай. А вот с ушкой два леденца. Молодец. Друзья мои, у меня, по-моему, ничего нет. Хотя стоп. Подождите, бутерброд с сыром. Ну. Сыр, правда, совсем засох сыр. Ничего, ничего. Ну-ка, еще что-нибудь у кого-нибудь есть? Плешите. Так. Ой, Тайра, целая ванна. Прекрасно. Ну, сейчас я из этой сайры супчик сварю. Из сайры сухарей. Все-таки горячие ребята. Ну, и чайку с сахаром попьем. А вот из шоколада я вам потом какао сделаю. Ну, это полезно. Ой, полезно. Товарищи, товарищи, поужинаем и спать. Да. Утром станет чуть светлее, и нас легче найти будет. Надо охрану поставить, а то вдруг медведь. Я могу быть первым. Гришотка. Нет, Гришотка, нет. Ты уж лучше спать ложись. Медведи к нам вряд ли пожалуют. Поужинав, стали устраиваться на ночлег. Седых остался на нижних нарах. На верхнее вскарабкался кислов. На рундук легла Анна Григорьевна. А Белухину, которого прихватил радикулит, помогли улечься на палате, чтоб прогрелся теплым воздухом. Для остальных расстелили на полу несколько обветшалых шкур нерпичьих и собачьих и покрыли их брезентом. Решили не стесняться. Прижались друг к дружке. Затихли и стали засыпать. Свернувшись калачиком у буржуйки, еле слышно поскуливал шельмец. После такого суматошного дня рассчитывал, видать, на более щедрый ужин. Кулебякин, который вызвался поддерживать огонь, тихо переговаривался с Борисом. Что-то залепетал во сне Гриша. Всхлипнула Лиза. Захрапел кислов. А Белухин долго не мог уснуть. И поясницу прострелила здорово. Спасибо, что не в пути. По привычке поблагодарил он. И мысли будоражили голову. Перебирал он по годам свою жизнь. И думал, что выпала ему не самая лучшая доля. На готовое ни разу не приходил. Все обживал да обживал глухие медвежьи углы. А что не зимовка, то или тебя спасают, или ты спасаешь себя и других от какой-либо напасти. Были, конечно, в этой жизни и радости. Песцовая охота, например, богатая северная рыбалка, отпуск на полгода. Но молодость позади, накопилась усталость. Через два года подходит срок. Пора подаваться на пенсию и доживать в старом родительском доме, который дед срубил на совесть. Будем, радовался он, копаться в огороде, нянчить внука, а по вечерам пить чай с вареньем и смотреть телевизор. — Эх, старею! — думал он. Обычно такие мысли одолевают к концу зимовки. А тут еще не начал, а уже размечтался. Вспоминал он то и другое. Жалел Анюту, которая столько лет за ним в полярку тянется, как нитка за иголкой. Потом стал жалеть Лизу и Зою с их нескладной бабьей долей. А под конец перед ним всплыло мрачное исполненное внутренней скорби лицо Анисимова. Илью Матвеевича он уважал. Не раз и не два встречались в Арктике. Считал его хорошим человеком и сочувствовал ему в его неудаче. Как на это посмотрят, как подойдут, могут ведь и небо лишить. Услышав сквозь дрему, как Кулебякин выбежал на гул самолета, и, вернувшись, шепотом докладывал Борису, что началась поземка, повздыхал, улегся поудобнее и провалился в тяжелый сон. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы слушали инсценированные страницы повести Владимира Санина «Точка возврата», передача первая. Действующие лица исполнители от автора Юрия Каюров, Анисимов, командир экипажа, артист Николай Тимофеев, Белухин, механик, Владимир Самойлов, Анна Григорьевна, его жена, артистка Ольга Чуваева, Зазуля, научный работник, артист Анатолий Одоскин, Зоя, учительница, артистка Ольга Богданова, Лиза, медсестра, Валентина Карева, Игорь, магнитолог, артист Александр Ходченков, Борис Седых, второй пилот, Алексей Кузнецов. В эпизодах были заняты артисты московских театров. Автор инсценировки Владимир Санин, режиссер-постановщик Юрий Маркелов, ассистент режиссера Елена Коваль, музыкальный редактор Елена Янченко, звуковое оформление Евгения Хорошевцева, операторы Зоя Белоусова и Тамара Гуменюк.